Кубанская земля славится своим богатством и плодородием, а жители – радушием и гостеприимством. Щедрость кубанской души на себе в полной мере могли ощутить гости славянских казачьих куреней, где в течение двух праздничных дней проходили разные вкусные фестивали. Один из них – фестиваль кубанского риса. Сколько блюд можно приготовить из белого золота Кубани, попытались узнать наши корреспонденты. На площадке около шахматного клуба «Белая ладья» было, как никогда, празднично и многолюдно. Поселения района, предприятия и организации, образовательные учреждения стали участниками большого и вкусного фестиваля кубанского риса. Каждый старался приготовить что-то особенное и необычное из белого золота Кубани. Один из древнейших распространенных блюд кубанских – это тыква. Ее запекают в разных видах. Мы запекли рис сладкий с курагой с черносливом в тыкве и украсили плодами боярышника. Красивое, вкусное, аппетитное блюдо приносит очень много эмоций положительных и радости. Кулинарные книги утверждают, что из риса можно приготовить более двух тысяч различных блюд и видя разнообразие представленных на фестивале кушаний с использованием риса, в это легко поверить. Голубцы с рисом, пирожки, сладкие десерты и пироги – этот список можно продолжать до бесконечности. Кулинарные шедевры участников фестиваля оценивало жюри. И пока оценочная комиссия работала, дегустируя блюда из риса, гости праздника тоже не теряли время даром. На берегу реки всех желающих угощали вкусным и ароматным пловом. Повара работали всю ночь и приготовили 350 килограммов вкуснейшего узбекского плова. Это узбекский классический плов с использованием мяса говядины, риса длиннозерного. То есть, по всем принципам, по всем рецептурам. Плов удался на славу. Многие подходили за добавкой и никому не отказывали. С этого праздника ни один гость не ушел к голодным. Очень вкусный, я такое люблю. Много мяса, очень рассыпчатый. Нам понравилось, и мне даже доча поела, хотя она не очень едок. Я ела плов, он очень вкусный. И спасибо за этот праздник. А праздник тем временем продолжался, но уже в Куренях. Там каждая казачья подворья тоже приготовила блюда из риса. В Коржевском Курене решили всех удивить мороженым. Но не простым, а из риса. И привез его сам Дед Мороз со снегурочкой. Одной из гордостей нашего района является рис. Мы немного подумали и решили что-то оригинальное сделать. Нашли рецепт мороженого из риса. То есть, то мороженое, которое выделили, оно абсолютно из риса, с добавлением фруктов. Ну, а кто, как не Дед Мороз, должен приносить... Почему Дед Мороз? Кто, как Дед Мороз и снегурочка, должны дарить мороженое. Тем более, наступил в жизни района новый 96-й год жизни. Поэтому, я думаю, что с нашим Дедом Морозом и снегурочкой 96-й год жизни нашего района будет удачнее, благополучнее, счастливее. К юбилею района Дедушка Мороз подготовил не только мороженое, но и музыкальное поздравление. К юбилей наступил, открывайте двери. Через пять будет стон, верю и не верю. Каждый год в район приходил с подарком. И сегодня для вас ничего не жалко. Не пугаясь жары и гроз, я мороженое вам принес. Этот очень сладкий топеп должен вам понравиться всем. Пусть подарит радость для вас лакомство из риса сейчас. И пускай любой день и час, словно праздник будет. Также интересно и вкусно встречали гостей в Петровском курине. Там от блюд с рисом просто ломился стол. Фаршированная капуста по старинным рецептам моей бабушки. Посмотрите, фаршированные яблони. Это колбаса домашняя, фаршированная рисом. В нашем фестивале риса сегодня от тыквы с рисом. Какое блюдо? А плов? Первое блюдо на кубанском столе после борща. А вот эти блюда приготовила моя невестка по современным рецептам. Посмотрите, какие у нее блюда. А я ей кажу, так и баш, такими блюдами кормить моего сына. Вот такими надо кормить. Посмотрите, как все не нравится. Славянцы, побывавшие в Куринях, становились участниками настоящего театрального представления. Они шутили, пели и даже танцевали от души, празднуя юбилей района. Я здесь. Первый раз я вижу все это. Это очень красиво и здорово. Впечатления ошеломляющие. Короче, будто бы побывала в то время, когда наши прабабушки, прадедушки и бабушки мои тоже жили здесь на Кубани. И вообще, не знаю, у меня слов нет. Мороз по шкуре идет. На праздничном заключительном концерте были подведены итоги фестиваля кубанского риса. Среди образовательных учреждений первое место у сельскохозяйственного техникума. Среди предприятий общественного питания лучше стала закусочная эйфория руководитель Мария Пушкарева. В категории среди поселений муниципального образования Славянский район. Первое место занял Дом культуры Петровский, руководитель Кияшко Николай Алексеевич. Второе место – сельский клуб «Сербин», руководитель «Бырская Мария Андреевна». И поделили они это второе место вместе с Домом культуры Ачуева, руководитель «Сгода» Виктория Дмитриевна. Третье место – Дом культуры «Прибрежный» руководитель Лысенко Виктория Викторовна. Специальным призом награждается Дом культуры Анастасиевский. Субтитры создавал DimaTorzok